добрый день коллеги давайте подождем еще секунд 30 напишите пожалуйста в чате плюсики поставьте если меня видно слышно и видно видно ли нашу презентацию спасибо да спасибо и 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 коллеги ну начинаем упрощенный систем налогообложения на нашем сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим упрощенный систем налогообложения с точки зрения бизнеса с точки зрения выгоды которую упрощенный систем налогообложения может дать бизнесу не с точки зрения бухгалтера не с точки зрения учета хотя конечно бухгалтерская составляющая Следующие ставки, пороговые суммы, безусловно, будут рассмотрены, поскольку они напрямую влияют на выбор бизнеса. Пару слов о нашей компании. Сберрешение – крупнейший аутсорсер России, номер один проект по рейтингу компании нашего сегмента. Скоро 30 лет, как мы оказываем услуги бухгалтерского сопровождения компаниям разнообразных сфер деятельности и разных размеров, разных организационно-правовых форм. Как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели являются нашими клиентами. Вы видите на слайде количество клиентов, которые нам доверяют. Это более полутора тысяч средних и крупных компаний и более 100 тысяч пользователей специализированных сервисов для индивидуальных предпринимателей. В нашей команде работают более 100 экспертов по бухгалтерскому учету, налогообложению, расчету зарплаты, кадрам администрированию. Также большой штат специалистов IT-сферы. И, в общем-то, накопленная экспертная оценка, экспертные знания в разнообразных областях бухгалтерского налогового учета. Итак, упрощенная система налогообложения. Что мы сегодня, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим сегодня о том, как получить максимальную выгоду от использования упрощенной системы налогообложения. Мы сравним упрощенную систему налогообложения с доступными системами налогообложения иными. Коснемся автоматической системы налогообложения АУСЭН. Это эксперимент, который сейчас длится в некоторых регионах нашей страны. И при успешности его есть вероятность, что его распространят и на всю страну целиком, на всю Россию. Поговорим, затронем вопросы патентной системы налогообложения, сравним ее с упрощенкой, в каких случаях это выгодно, в каких невыгодно, как их комбинировать можно между собой. Конечно, не оставим без внимания основную систему налогообложения, как ту печку, от которой мы все танцуем, как ту систему налогообложения, с которой есть смысл сравнивать все остальное, поскольку она используется по умолчанию. Ну и, конечно же, подсветим условия применения упрощенной системы налогообложения и сделаем какие-то выводы в конце и, возможно, разработаем какие-то рекомендации. Итак, упрощенная система налогообложения – это специальный режим налоговый, который подробно описан в главе 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. И если отталкиваться от того, какие налоги заменяет упрощенная система налогообложения, а какие не заменяет, то, пожалуйста, обратите внимание на слайд. Единый налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения, заменяет для организации, в первую очередь, это налог на прибыль, НДС, налог на имущество, рассчитываемый от среднегодовой стоимости недвижимого имущества. Ну, не так давно, сравнительно не так давно, сравнительно с введением упрощенной системы налогообложения, поменялся порядок расчета налога на имущество, появился еще один, скажем так, дополнительный параллельный порядок расчета от кадастровой стоимости, это в отношении объектов, для которых такая стоимость определена, кадастровая. Вот, так вот, если ваш объект входит в реестр кадастровый, и для объекта определена кадастровая стоимость, тогда налог на имущество рассчитывается по кадастру, если нет, то посреднегодовой. Так вот, если для вашего объекта нет кадастровой стоимости, то вы налог на имущество при упрощенке, при использовании УСН не платите для организации. Для индивидуальных предпринимателей единый налог на УСН заменяет такие налоги, как НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской деятельности, обращая особое внимание на этот факт, поскольку любой другой НДФЛ не от предпринимательской деятельности, единый налог УСН не заменяет. Поскольку УСН это система налогообложения для хозяйствующих субъектов, для бизнеса, то, соответственно, бизнесовые налоги этот единый налог и заменяет. То есть если индивидуальный предприниматель где-то работает по найму, кроме своего бизнеса частного, где-то еще работает по найму, то заработная плата будет облагаться НДФЛ и удерживается, как у любого другого сотрудника, этот НДФЛ, источник выплат. Далее, индивидуальный предприниматель не платит НДС от своих, опять же, хозяйственных деятельностей, поскольку мы знаем, уже достаточно давно индивидуальные предприниматели такие же платильщики НДС, как и организации в отношении своей предпринимательской деятельности, точно так же недобавленную стоимость создают, точно так же НДС платят. Это при основной системе налогообложения. Если ИП выбрал УСН, то, конечно, НДС платить не будет. Ну и, соответственно, также на окно имущество, рассчитанное от средней годовой стоимости, также не будет платить имущество, используемое в предпринимательской деятельности. То есть, как мы видим, достаточно зеркально, да, прибыль НДС имущества, да, и ИП то же самое, НДФЛ, как аналог налога на прибыль. Обращаю ваше внимание, что, невзирая на использование упрощенной системы налогообложения, мы продолжим платить НДС, который не связан с созданием нами добавленной стоимости, да, то есть тот НДС, который нам предъявляют, входной НДС. Мы продолжим платить НДС в составе счетов наших поставщиков, да, если нам поставщик выставляет счет, и в нем НДС, то есть он сам является платежником НДС, вот, то мы, да, заплатим его этот НДС. То есть весь входной НДС мы платим. Мы платим НДС счетов поставщиков, мы платим НДС на таможне при ввозе товаров, мы платим НДС налогового агента, ну, немножко вскользко коснулся, чтобы было понятно, о чем это, это тоже входной НДС. НДС налогового агента мы платим, когда приобретаем что-то, какую-то услугу у налогоплательщика, у поставщика, не являющегося налогоплательщиком Российской Федерации, например, у иностранного поставщика. Мы оплатили услугу и НДС, который при других обстоятельствах, при российском поставщике, был бы включен в счет и тоже ушел бы в одни платежи в сторону поставщика, этот НДС мы заплатим в бюджет Российской Федерации, да, то есть по сути то же самое, просто адресность другая, будет два платежа вместо одного. Вот, то есть весь входной НДС налогоплательщики, перешедшие на УСН, продолжают платить, поэтому если вы получаете, вы будучи на УСН, получаете счета от поставщиков с НДС, не смущайтесь, да, так надо. Что же мы продолжаем платить еще, кроме входного НДС? Ну, в первую очередь, это страховые взносы на заработную плату наемного персонала, и организации, и индивидуальные предприниматели остаются плательщиками страховых взносов, никаких тут преференций нет, кроме того, индивидуальные предприниматели платят страховые взносы за себя, напомню, это фиксированная сумма в год, плюс 1% от превышения дохода, годового дохода предпринимателей над суммой 300 тысяч рублей. Вот, ну, то есть фиксированная сумма, да, она ни от чего не зависит, индивидуальный предприниматель может, например, не получать какого-то дохода даже в течение года, да, допустим, ну, мало ли случается такое, там, или в какой-то части года, но при этом он зарегистрирован как ИП, и фиксированный взнос он должен будет заплатить. Ну, если он зарегистрировался или снялся с регистрации в течение года, то фиксированные взносы страховые будут пересчитаны пропорциональным месяцем, когда он находился в статус ИП. Далее, как я уже говорила, налог на имущество рассчитанного от кадастровой стоимости, мы продолжаем платить даже на УЦМ. Торговый сбор, ну, это чисто московская история, есть такой налог в Москве, торговый сбор. Транспортный налог на свои транспортные средства мы продолжаем также платить, будучи на УЦМ. Вот, ну, и как я уже тоже говорила на предыдущем слайде, НДФЛ, не касающийся предпринимательской деятельности, ИП продолжает платить. То есть, по сути, подытожим, единый налог УЦМ заменяет налог на прибыль, НДС, скажем так, исходящий НДС, который сгенерирован нашим бизнесом, и налог на имущество от среднегодовой стоимости. Далее, существуют ограничения на применение упрощенной системы налогоблажения. Мы разделим их на структурные и не структурные. Структурными назовем те, которые зависят от, в общем-то, нашей бизнес-модели, от которых никуда не деться. То есть вот у нас бизнес такой, вид деятельности, допустим, состав учредителей, филиальная какая-то раздробленность территориальная нашего бизнеса. Это все мы назовем структурными ограничениями. Так вот, как вы видите на слайде, не могут применять упрощенную систему налогоблажения финансовые организации, включая банки, казенные бюджетные учреждения, иностранные организации, организации, имеющие филиалы, разнообразные фонды, пенсионные, негосударственные, инвестиционные, компании, бизнесом которых являются страхование, все виды страхования. То есть страховщики не могут применять УСЭН, ломбарды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, агентство занятости, организаторы азартных игр, организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющие добычу полезных ископаемых за исключением общераспространенных полезных ископаемых. Общераспространенные – это песок, например. Допустим, ИП, организация «Песчаный карьер» разрабатывает, и песок оттуда вывозит. Это нормально, здесь можно УСЭН применить. А если алмазы, золото-алмазы, то нет, нельзя. По структуре уставного капитала есть ограничения. Как вы видите на слайде, организации доли участия в уставном капитале других организаций составляет более 25%. Не могут применять УСЭН, но есть исключения. Я не стала выносить их на слайд, потому что они достаточно громоздко выглядят. Достаточно специфические исключения. Речь идет об общественных организациях инвалидов. Если у кого-то есть такая компания, то это нужно просто повнимательнее прочитать главу 26.2. Ну, это достаточно узкая специфика. Как я уже говорила, организации, имеющие филиалы. Пожалуйста, не путайте. Есть такая казуистика в 26 главе. Речь идет только о филиалах. То есть какое-то другое обособленное подразделение, не филиал, не повлияет на применение упрощенной системы налогообложения. Чем отличается филиал от нефилиала? В открытии филиала должно быть выпущено решение учредителей. Филиал имеет место, то есть информация о филиале зафиксирована в ЕГРЮ, в Едином государственном реестре велических лиц. А обособленное подразделение проще. Его можно открыть по приказу руководителя и просто сообщить об этом налоговой, о том, что открыто обособленное подразделение. В общем-то, по сути, для бизнеса разница невелика совсем. И то, и другое – это рабочее место, находящееся вне постоянной регистрации, вне места государственной регистрации предприятия. А для выбора системы налогообложения разница существенная. Поэтому, когда мы будем с вами итожить, резюмировать, на что нам следует обратить внимание при выборе системы налогообложения, мы об этом еще раз упомянем. Но сейчас хочу обратить ваше внимание. То есть филиал – это филиал, обособленное подразделение – это обособленное подразделение. Разница есть. Кроме того, в отношении индивидуальных предпринимателей понятия филиала отсутствует вовсе. То есть индивидуальный предприниматель, открывая, допустим, розничную торговлю или точки общепита, может открывать их где угодно, по большому счету, вне места своей регистрации, что естественно. Потому что, как правило, место регистрации индивидуальный предприниматель – это его место жительства. Поэтому, конечно, какая-то торговая точка не в квартире находится. И постановка на налоговый учет таких точек индивидуального предпринимателя, она больше связана с возможностью использования патентной системы налогообложения. То есть если индивидуальный предприниматель не планирует ПСН использовать, а, например, хочет только на УСН остаться, он может открывать какие угодно, где угодно точки и платить, и быть на упрощенке, да, и платить эту упрощенку по месту своей государственной регистрации, то есть по месту жительства. То есть в отношении индивидуального предпринимателя такого понятия как филиал не существует. Ну и такие организации, скажем, как, занимающиеся частно практикующий нотариус, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, не могут тоже принимать УСН, то есть мы вернемся к нашим структурным ограничениям. И на что еще хочу обратить внимание, организации и индивидуальные предприниматели – это достаточно новое положение с 2023 года существует, которое занимается продажей, изготовлением ювелирных изделий. Вот и других изделий из драгоценных металлов тоже лишены возможности применять УСН с 2023 года. Это что касается структурных ограничений. Не структурные ограничения, да, назовем их не структурными, поскольку они приходящие, скажем так, то есть зависят от объема выручки, численности сотрудников и стоимости основных средств, то есть средств производства тех, скажем, того имущества, которое вы используете для своего бизнеса в ходе ведения своей деятельности. То есть они могут меняться, да, выросла выручка, упала выручка, не очень сильно они зависят от бизнеса, от вида деятельности или от состава учредителей. Так вот, есть ограничения суммовые на применение упрощенной системы налогообложения. Это доход за налоговоотчетный период. Базовая сумма дохода в налоговом кодексе указана как 200 миллионов рублей в год, но каждый год применяется коэффициент, коэффициент, который меняется ежегодно, и он постоянно растет. То есть с учетом коэффициента в 2023 году это было 251 миллиона 400 тысяч пороговая сумма, до достижения которой, до достижения которой индивидуальные предприниматели или ООО могут использовать УСН, упрощенную систему налогообложения. В 2024 году вы видите коэффициент подрос, и теперь это будет 265 миллионов 800 тысяч пороговая сумма дохода, при которой пока что можно использовать УСН. Вот если индивидуальные предприниматели или ООО, да, дела идут в гору, да, все хорошо, выручка растет, и где-нибудь там в ноябре, в октябре выручка перевалила за это значение, то надо будет перейти на основную систему налогообложения. Вот, это обязанность. Следующее неструктурное ограничение это численность 130 человек, достаточно большая, я считаю, для небольшого бизнеса, и остаточная стоимость основных средств, то есть 150 миллионов рублей. Ну, тоже вполне. Далее. Что еще можно сказать об объектах, об УСН, значит, у налогоплательщика, желающего перейти на УСН, есть выбор, он может выбрать либо объект дохода, либо объект дохода минус расходы, ежегодно объект можно менять, и тоже немаловажно, применение УСН основано на кассовом методе признания доходов и расходов. При этом поступление, то есть доходная часть, что касается доходной части, поступление авансов от покупателей признаются доходом, а вот выплата, оплата предоплаты, перечисление предоплаты без получения встречного пока что обязательства, то есть без получения работы услуг и товаров, сама по себе предоплата расходом не признается. Ну и также погашение обязательств в неденежной форме, они приравниваются к оплате. Что касается ставок налога, единого налога, применяемого при УСН, они также разнятся в зависимости от объекта, дохода или дохода минус расходы, и не так давно были установлены ставки, дифференцированные в зависимости от объема дохода, и пока доход, то есть вы видите на слайде, презентация будет выслана, конечно, поэтому если много текста, пусть вас это не смущает, до достижения суммы 150 миллионов с учетом коэффициента, про который было говорено выше, в 2024 году это 199 миллионов, там с копейками 350 тысяч, при доходах, при объекте дохода мы платим по ставке 6%, для дохода минус расхода 15%. Как только мы перевалили за 199 миллионов в 2024 году вдруг перевалим, то до достижения предыдущего, того, что на предыдущем слайде было, до достижения 265 миллионов 800 тысяч, мы будем уже платить, если мы выбрали доходы 8%, если мы выбрали доходы минус расходы 20%, и мы с вами видим, что у нас упрощенная система в данном случае становится все меньше и меньше отлично от основной системы налогоблажения, там тоже налог на прибыль 20%. И при объекте дохода минус расходы, если мы получили убыток в году, или если доход, рассчитанный вот по этим ставкам, 15-20%, меньше, чем 1% от дохода, мы должны будем заплатить минимальный налог 1% от дохода. 1% от дохода мы заплатим в любом случае. Также важно, что если вы выбрали объект доходы, то фактическая ставка налога, она может быть меньше, в общем-то, чем 6 или 8%, поскольку сумма налога уменьшается на сумму страховых взносов. Страховых взносов, уплаченных за зарплаты наемных сотрудников, и также страховых взносов, уплаченных ИП за себя. При этом разделим налогоплательщиков, применяющих УСН доходы, на две группы. Это индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников и все остальные. Все остальные – это ООО и индивидуальные предприниматели с наемными сотрудниками. Это мы сейчас говорим про объект дохода. Так вот, индивидуальные предприниматели без сотрудников могут уменьшать единый налог на суммы своих страховых взносов без требования их уплаты прямо вот в этом квартале или в этом году. То есть у страховых взносов есть свой срок уплаты. Для фиксированной части 31 декабря отчетного года, для 1% дохода превышающего 300 тысяч 1 июля следующего года. Так вот, мы можем уменьшить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников, свой налог, уплачиваемый при УСН, при объекте дохода, могут уменьшить, даже не заплатив пока что в этом году, и без ограничений по сумме. В то время как ООО и ИП с сотрудниками могут уменьшать единый налог на суммы страховых взносов своих и сотрудников только, во-первых, уплаченные вот в этом периоде, в котором собираемся уменьшить, а во-вторых, не более чем в половину налога может быть уменьшен. То есть, другими словами, если ваш бизнес трудоемкий, у вас есть наемные сотрудники и заработная плата составляет существенную часть ваших расходов, ну и, соответственно, страховый взнос от этой заработной платы составляет существенную часть ваших расходов, то можно так вот приблизительно сказать, что ваша эффективная ставка, ваша ставка налога при объекте дохода будет, скорее всего, сильно стремиться к 3%, да, а не к 6%, к 3%. То есть при выборе системы налогоблажения это следует учитывать, но об этом чуть позже. Также ООО и индивидуальные предприниматели с наемными сотрудниками могут уменьшить, то есть включить вот в этот котел, на сумму которого они уменьшают налог до 3%, в этот котел также они могут включить выплаты по больничным сотрудникам, то есть работодатель обязан первые три дня болезни оплачивать из своих средств, да, и вот эти вот деньги, которые, в общем-то, выплачены не за работу, там, да, за отсутствие по болезни, они тоже могут уменьшать налог, то есть они складываются в один котел, и этот котел уменьшает налог в половину, может уменьшить, ну, вплоть до 3% с 6%. Ну и торговый сбор, да, торговый сбор, но это, опять же, повторюсь, московская история, да, не всех подряд касается, вот, если предприниматель ООО ведет бизнес в Москве, то торговый сбор, он платит, и если он изрегистрирован в Москве тоже, то на сумму торгового сбора он может также уменьшить налог, вот, но по торговому сбору, кстати, да, нет суммовых ограничений, нет суммовых ограничений. Далее. Что касается расходов, то есть предыдущий слайд касался объекта дохода, вот, а если мы хотим выбрать объект дохода минус расхода, то факты таковы. Перечень расходов закрытый, в отличие от перечня расходов для основной системы налогообложения, но при этом перечень расходов при УСН по некоторым расходам, по некоторым видам расходов ссылается на перечень расходов при налоге на прибыль, прям так и написано, материальные расходы как в налоге на прибыль, расходы на оплату труда как в налоге на прибыль, а вот внутри, вот, как раз, вот эти перечни материальных расходов, расходов на оплату труда, они открытые, То есть, несмотря на закрытость перечня расходов целиком, такие расходы, как расходы на оплату труда, можно принимать, в общем-то, ориентируясь на их характер. То есть, если выплаты сотрудникам предусмотрены трудовыми договорами, они уменьшат нашу налоговую базу при расчете налога УСМ. Кроме того, туда же идут страхования, добровольное медицинское страхование, туда же идут санитарно-курортное лечение в объеме не более 50 тысяч рублей на человека в год. Но при этом это все, ДМС и санкур-лечение должны укладываться в 6%, в норматив 6% от фонда оплаты труда. И тогда эта сумма будет включена в расходы при исчислении единого налога УСМ. Также и с материальными расходами. Все, что касается материальных расходов, там перечень открытая. То есть, если вы что-то производите, какую-то продукцию, то вы можете включить в состав расходов и стоимость услуг субпадрянных организаций на какие-то производственные расходы, и стоимость топлива, стоимость коммуналки и так далее. Отдельно хочу обратить внимание на один такой маленький вид расхода в части расходов на оплату труда. Это оплата работ физических лиц по договорам подряда, по ДГПХ, договорам гражданского правового характера. Есть такая строчка в расходах на оплату труда. И тут тоже широкое поле для деятельности. И, в общем-то, нас законодатель больше тут не ограничил, какого рода услуги нам могут эти физические лица по ДГПХ оказывать. Да, в общем-то, наверное, любого. Конечно, совсем уж играть с огнем не стоит, но, в принципе, заключив ДГПХ с физическим лицом, ну и, соответственно, тут на вас накладывается дополнительная все-таки налоговая нагрузка в виде страховых взносов, то есть, вероятно, и это тоже законодатель учел, что вы дали человеку работу, заплатили за него страховые взносы. И, в принципе, да, вот эти расходы вы можете учесть у себя в расходах при исчислении единого налога. И обращу еще раз внимание, вот компактно достаточно на слайде написано, при кассовом методе признания расходов, в какой момент мы признаем основные виды расходов. То есть, если мы говорим о работах, услугах и материалах, то расходами мы их признаем, когда они у нас оплачены и получены. При этом, в отличие от основ, по материалам нет требования, чтобы они уже поучаствовали в выпуске продукции, чтобы эта продукция была реализована. Такого нет требования в УСН. То есть, только оплаты и только получение на склад. И все, и это достаточно, и это уже у нас пошло в расчет налога. А что касается товаров, тут картина несколько иная. Они тоже должны быть уже оплачены поставщику, и они должны быть отгружены покупателю. При этом нет требования, чтобы покупатель их уже уплатил нам за них, за их реализацию. То есть, вот эти два момента в отношении работы, услуг, материалов и в отношении товаров. Вот эти моменты, когда мы можем расходы на эти вещи признать при исчислении единого налога, это нужно понимать, осознавать при выборе системы налогообложения. Далее, основной принцип признания расходов для УСН перетекает и в УСН. То есть, основной принцип признания расходов при исчислении налога о прибыли, при основной системе налогообложения, это их документальное подтверждение и экономическая обоснованность. Вот, и этот принцип точно так же характерен для упрощенной системы налогообложения. Документальное подтверждение, экономическая обоснованность. Да, то есть, да, если мы вернемся к моему предыдущему примеру об услугах физических лиц по ДГПХ, они все-таки должны быть экономически обоснованы, чтобы их признать. То есть, они должны касаться вашего бизнеса и как-то быть связанными с вашим бизнесом. Вот, и тоже интересно и важно, не имеет значения, из каких средств, заемных или собственных, произведены расходы. Об этом было сломано много копий давно, достаточно давно, и вот сейчас это уже однозначный факт. Вы можете взять заем, да, и производить какие-то траты, будучи на УСН, и эти траты вы будете учитывать при исчислении налога. Но не забывайте, да, то есть у вас может получиться картина, что у вас образуется убыток, потому что дохода нет, заем это не доход, есть только расходы, у вас образуется убыток, вы все равно заплатите 1%, хоть чего-нибудь, какой-то хоть доход, если у вас есть. Ну, если, конечно, у вас никакого дохода нет, только заем, то там, да, от нуля 1% уже ноль, тогда ничего. Дальше. Как же все-таки структура расходов, какой же все-таки нам выбрать объект налогообложения, если мы остановили свой выбор на УСН? Как структура расходов может повлиять на выбор объекта налогообложения при УСН? Но первое, на что хочу обратить внимание, далеко не все расходы бизнеса можно учесть при исчислении единого налога на УСН при объекте дохода минус расходы. Далеко не все. Есть вещи, которые, например, не зеркальны. Например, результат от валютно-обменных операций, доход и расход. Вот доход мы обязаны признать в качестве дохода, а вот расход от валютно-обменных операций мы в качестве расхода, к сожалению, признать не можем. Кроме того, мы не можем признать представительские расходы ни в какой сумме, ни в каком виде. Мы не можем признать, например, расходы на служебные поездки сотрудников. То есть есть у нас два случая, когда сотрудник может отправляться по делам компании, по делам бизнеса в поездку. Это может быть командировка, а может быть служебная поездка. Есть разница. То есть разъездной характер работ характеризуется служебной поездкой. Если ваш бизнес связан с разъездным характером работ, то вот, к сожалению, расходы на проживание вне дома, на суточные, при УСН учесть нельзя. Нельзя также учесть штрафы пения за нарушение условий договора. Поэтому организации и индивидуальные предприниматели, которые, допустим, торгуют на маркетплейсах, и маркетплейсы иногда выставляют штрафы какие-то за несоблюдение каких-то условий, за какие-то нарушения, вот эти штрафы, они у нас в книгу учета доходов и расходов попасть не могут, к сожалению. Что еще нельзя учесть? Расходы на приобретение имущественных прав нельзя учесть. Из этого следует, что участие в договорах цессии для субъектов упрощенной системы налогоблажения невыгодно. Расходы индивидуальных предпринимателей не все можно учесть, которые касаются бизнеса. То есть, опять же, если вернемся к командировкам, если индивидуальный предприниматель с наемными сотрудниками направляет наемных сотрудников в командировку и сам едет в командировку, вот такая казулистика, да, странная, неприятная, но тем не менее, с песни слов не выкинешь. Расходы на командировку наемных сотрудников он учтет при исчислении налога, а вот свои расходы на командировку он учесть не может. Так написано в статье 346.15, к сожалению. Вот, может быть, когда-нибудь что-то изменится. Наша компания участвует в работах по попыткам повлиять, скажем так, на налоговое законодательство. Поэтому, может быть, если мы будем услышаны, то что-то может применяться, да, но мы не теряем надежды. Кроме прочего, стоимость товаров, например, фактически не оплаченная поставщикам, а списанная как просроченная задолженность, да, тоже при УСН нельзя учесть. Расходы на большое количество видов страхования нельзя учесть. То есть если это страхование не связано с законом, а является предметом договора, например, страхование имущества, страхование жизни в договоре с банком на получение кредита, вот такие расходы учесть при УСН нельзя. Вот, и также есть ряд расходов, которые не прописаны в налоговом кодексе. Есть там письма Медфина, которые могут нам позволить их учесть. Но письма Медфина, они, к сожалению, не имеют силы закона. Например, безвозвездно полученное имущество или излишки товаров, обнаруженные в результате инвентаризации. Вот в момент принятия таких излишков, когда вот мы их обнаружили, мы обязаны их оценить по рыночной стоимости и признать в составе доходов на момент их нахождения, скажем так, у нас. Если в последующем мы эти излишки реализуем, продадим, в момент реализации мы снова признаем доход. Это наша реализация, наша выручка, ну, когда нам их оплатят в соответствии с кассовым методом. Вот. А вот как мы сможем признать расходы, то есть их стоимость входная, то есть входной стоимостью для нас в данном случае будет являться рыночная стоимость, по которой мы их оценили в момент нахождения этих излишков. Хотелось бы их и в расходах тоже принять в момент реализации. Так вот, об этом есть только письма Минфина, к сожалению. То есть в самой главе 26.2 этот момент не описан. Вот. Соответственно, если такое происходит, то у предпринимателя, у ООО возможны риски налоговые, какого-то недопонимания с налоговой инспекцией. Это что касается расходов. То есть, обращая ваше внимание, не все расходы можно учесть при исчислении единого налога УСН, при объекте дохода минус расхода. Это тоже нужно учитывать при выборе системного налогообложения. То есть нужно учитывать структуру расходов своего бизнеса, сверить их вообще применимость для исчисления налога, насколько они уменьшат вашу налогооблагаемую базу. То есть если у вас, скажем так, какое-то пиар-агентство, допустим, и вы очень много тратите представительских расходов, ну, хотя, наверное, это не очень удачный пример, они при основе нормируются. Ну, допустим, с валютой у вас много валютно-обменных операций, да, вы должны понимать, что доходы вы признаете в доходах, а расходов-то нет. Вот разница курсов при валютно-обменных операциях. При оценке валюты ни дохода, ни расхода не признаются УСН. Вот поэтому структура расходов тоже та вещь, которую нужно тщательно изучить, прежде чем принимать решение об использовании той или иной системы налогоблажения, включая УСН. Ну и что касается, если все-таки мы останавливаемся на УСН, что же выбрать, доходы или доходы минус расходы, здесь простая арифметика. Если мы говорим о ставках и говорим о том, что 6% от дохода наш налог может быть, или 15% от разницы дохода минус расходы, здесь мы просто решаем школьное уравнение, да, приравниваем 6 к 15 и понимаем, что если у нас расходы составляют нашего бизнеса более 60% выручки, гипотетически возможные, то, наверное, все-таки 15% от разницы это будет поменьше, вот, чем 6% от выручки. Поэтому торговые предприятия, как правило, выбирают объект дохода минус расходы. А вот предприятия, занимающиеся услугами и, скажем так, не очень трудоемкие, да, там, где и доля зарплаты невелика, то, наверное, выгоднее доходы. Но об этих сравнениях мы поговорим чуть позже, на следующих слайдах. Есть и хорошие новости, есть и хорошие новости в отношении расходов. Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов. То есть если при основе у нас начинает работать классификация основных средств, там, срок полезного использования, норма амортизации, там, какое-то основное средство будет списываться долго, там, 3 года, 5-10 лет будет списываться и относиться на расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу, то в отношении УСН все проще, да, и приятнее. Если объект приобретен уже, будучи субъектом УСН, уже применяя упрощенку, то в течение прям первого года мы его поквартально, четырьмя равными долями, только в оплаченной части, да, то есть это важно, выгодно сразу расплатиться поставщиком этого основного средства, вот, то есть в оплаченной части мы разделим их по кварталам и спишем стоимость этого основного средства. Вот, а если мы перешли на УСН с другого режима налогообложения, уже с историей, скажем так, скажем так, да, уже с какими-то основными средствами в нашем, там, арсенале, вот, то будем списывать, вот, как указано в табличке, какое-то средство до 3 лет, небольшое и некрупное, в течение первого года использования УСН, от 3 до 15 со сроком полезного использования, мы спишем в течение 3 первых лет применения УСН, ну, и основное средство со сроком полезного использования более 10 лет, мы будем списывать, ой, более 15 лет, простите, мы будем списывать в течение 10 лет. Существует ограничение, если бизнес захочет как-то избавиться от этих основных средств, не обязательно продать, например, вложить в устав, в уставный капитал дочерней компании, передать безвозмездно, то в этом случае законодатель обязывает пересчитать расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов, то есть все, что я говорю сейчас про основные средства, касается и нематериальных активов, то есть амортизируемого имущества. Так вот, следует пересчитать расходы, убрать из расчета налога расходы по такой вот ускоренной амортизации, да, и включить, как если бы мы амортизировали при основе, то есть со всеми сроком полезного использования, со всеми нормами амортизации, то есть вот эти расходы пересчитать и доплатить налог. Вот. Существует, конечно, по срокам ограничения, эти основные средства должны нам прослужить, объекты со сроком полезного использования до 15 лет должны нам прослужить не более 3 лет, а объекты со сроком полезного использования свыше 15 лет должны нам прослужить не менее 10 лет. А вот если вот эти объекты прослужили нам со сроком полезного использования свыше 15 лет, 10 лет и более, и мы потом с ними расстались, то здесь последствий не будет для упрощенщика. А если раньше, то да, надо будет пересчитать, поэтому за этим надо следить. Итак, что же все-таки принять во внимание? Мы с вами теперь уже знаем про ставки, мы с вами знаем про структурные и неструктурные ограничения упрощенного системного обложения. Что же нам следует учесть при выборе системного обложения? И мы начинаем, да, собирать то, о чем мы с вами проговорили. Вид деятельности следует нам учесть? Следует учесть. Как мы с вами проговаривали, есть ограничения по видам деятельности. Например, производители и продавцы ювелирных изделий не могут применять УСН. Структуру бизнеса следует учесть, есть ограничения по составу учредителей, есть ограничения для применения, например, патентной системы налогоблажения, которая доступна только для индивидуальных предпринимателей. То есть есть возможность, скажем так, совмещать УСН и ПСН, и это тоже зависит от, в общем-то, вида нашего бизнеса, чем мы занимаемся. От наших клиентов зависит, какой системного обложения нужно выбрать. То есть есть ли у нас крупные клиенты, которые хотят видеть НДС в своих счетах-фактурах, да, нам надо крепко задуматься, что мы можем им предложить. Об этом мы поговорим чуть позднее на следующем слайде. Что же мы можем им предложить, потому что НДС-то мы им не выделим в счете-фактуре. Годовой оборот следует принять во внимание. Наш бизнес-план, да, что мы собираемся продавать, почем, где, поскольку, как мы с вами проговорили, есть суммовые ограничения. Соотношение доходов и расходов следует принять во внимание для выбора объекта налогоблажения. Состав доходов, как мы с вами проговорили, упомянули, не все расходы можно признать при исчислении налога. Понять, планируем ли мы существенные вложения в средства труда, приобретение каких-то основных средств, да, и что это будут за основные средства, как долго мы сможем ими пользоваться, соответственно, признаем мы их в расходах в первый год, в течение первых трех лет, в течение десяти лет мы будем признавать в расходах. Место ведения бизнеса, конечно, тоже, да, то есть существует ли у нас филиальная раздробленность, да, не существует ли у нас филиальной раздробленности. Если мы опрометчиво открыли ООО и тут же к нему понаоткрыли филиалы, ну все, мы закрыли себе путь для применения упрощенной системы налогоблажения. Вспоминания, да, вот мы обсуждали сегодня с вами, что гораздо проще и выгоднее открыть, просто зарегистрировать, просто обособленное подразделение без регистрации филиалов через ЕГРЮ. Вот и тогда, по крайней мере, вот этот коридор использования упрощенной системы налогоблажения не будет для нас закрыт. Может быть не сейчас, может быть потом мы захотим это сделать, но мы себе не обрубим эти концы. Вот, и также следует проанализировать, а может быть автоматизированная система налогоблажения, АУСН, которая сейчас до конца 27-го года в качестве эксперимента действует в Москве, Московской области, Калуге, и Калужской области, и Республике Татарстан, в качестве эксперимента и в случае успешности может быть распространена на всю страну. А также место ведения бизнеса может влиять на ставки налогов при упрощенной системе налогоблажения, поскольку у регионов есть право снижать ставки налогов при объекте дохода до 1%, при объекте дохода минус расхода до 5% для определенных категорий налогоплательщиков, например, для определенных сфер бизнеса, которые, например, для этого региона, но для чего-то существенно нужны. Ну, я не знаю, к примеру, да, туристическая деятельность, там, или еще что-то, да, хочет регион развивать, поэтому он дает какие-то преференции налогоплательщикам. Поэтому место ведения бизнеса, место регистрации важно принимать во внимание для выбора системы налогоблажения. Далее. Про НДС. Да, как мы с вами проговорили, состав ваших клиентов существенно может повлиять на выбор вами системы налогоблажения. Иногда наши покупатели, приобретая что-то у субъекта УСН, который не является плательщиком НДС, соответственно, не выставляя даже счета фактуры, поскольку сразу маленькое лидическое отступление, что такое счет фактуры. Документ, подтверждающий сумму НДС. Соответственно, если продавец не платит НДС, то счет фактуры выписывать не нужно. Достаточно товаронакладной, достаточно актовы выполненных работ, ну, или УПД. И иногда покупатели обижаются и хотят видеть НДС в счетах-фактурах. И некоторые продавцы на УСН, чтобы не терять покупателя, выписывают счет фактуры, выделяют НДС. Что это влечет за собой? Это действие. На самом деле, стороны усложняют себе жизнь, и, в общем-то, почти никто ничего не приобретает. Если у нас, допустим, есть товар, то есть что должен сделать, во-первых, налогоплательщик на УСН, если он выставил счет фактуру с НДС, он должен этот НДС полностью заплатить в бюджет, без каких-либо вычетов, да еще и декларацию налогового по НДС сдать. То есть тем самым, в общем-то, нивелируя одну из выгод упрощенной системы налогообложения. По сумме при этом, он, в общем-то, ничего не приобретает. Рассмотрим пример, который вы видите на слайде, да, очень простенький, да, но понятно. Если у нас есть товар, который стоит 120 рублей, и мы продаем его на рынке за 120 рублей, у нас сел покупают за 120 рублей. И вот наш покупатель просит, выдели ко мне НДС. Поставщик, чтобы не терять клиента, выделяет НДС, и теперь уже товар стоит 100 рублей, а 20 рублей – это НДС к нему, который не является стоимостью товара, в общем-то, да, он, это НДС, это налог. Покупатель, получив счет фактуру, заплатит нам 120 рублей полностью с НДС. При этом 20 рублей он поставит себе к вычету, а 100 рублей – это будет его расход, это стоимость его товара. Что произойдет у нас? Да, мы получим оплату 120 рублей, из которых 20 рублей не наши. 20 рублей мы отдадим в бюджет, это не наши, а у нас останется доход 100 рублей. Так вот, не проще ли просто сделать скидку клиенту на эти 20%? Мы продаем товар за 100 рублей, получаем 100 рублей, и наш покупатель тоже расстается со 100 рублями, потому что если мы еще раз повнимательнее посмотрим на сторону покупателей, история про 120 рублей с НДС, его чистый расход все равно 100 рублей составит, потому что он 120 заплатит нам, 20 предъявит бюджет, разница 100 его расход. Давайте ограничимся этими 100 рублями. Просто дадим клиенту скидку. Если же, конечно, ваша основная аудитория, ваши клиенты, ваша целевая аудитория – это физические лица, им, в общем-то, все равно, что там в чеке выделено, есть там НДС, нет там НДС. И вот эта преференция не платить НДС для субъектов упрощенной системы налогообложения, оно по факту поднимает доходность субъектов налогообложения на 20%, поскольку продавец продает по рынку, субъект УСН, он продавец, он на рынке, он продает там вот этот товар за 120 рублей, но плевать, что там НДС. Физические лица купят, потому что они привыкли за эти деньги и покупают, им все равно, есть там НДС, нет там НДС. И по факту продавец на УСН, он по сравнению с продавцами на СНО, его доходность выше, на 20% становится, а налог ниже, как мы видели с вами, ставки другие. То есть в этом основная выгода УСН, но опять же, это зависит от вашей целевой аудитории клиентов. Идем дальше. Переход на УСН. Мы с вами говорили о том, что существует неструктурное ограничение для применения УСН в части пороговых значений выручки и так далее. Так вот, для перехода на УСН, для перехода, то есть пороговое значение годовой выручки, это когда мы уже применяем УСН и следим за нашим доходом, чтобы нам не вылететь за пределы, чтобы нам не потерять, хотя в этом тоже ничего плохого нет. Это говорит только о том, что наши дела идут в горы, наш доход растет. То есть бояться этого не нужно, это жизнь. А вот когда мы собираемся применять УСН, то мы смотрим на доход годом ранее. Годом ранее. При этом у нас есть квартал с 1 октября по 31 декабря, накануне того года, когда мы собираемся перейти на УСН, для того, чтобы уведомить об этом налогово, отправить уведомления по форме и начать применять с 1 января УСН. Соответственно, каким доходом мы можем распоряжаться, каким доходом, вернее, мы можем оперировать для того, чтобы понять, можем ли мы применять УСН. Тем доходом, который сложился в этот предыдущий год с 1 января по 30 сентября, то есть за 9 месяцев предыдущего года. Эта сумма также указана в налоговом кодексе, она точно также умножается на коэффициент, который растет год от года. И для перехода на УСН с 1 января 2024 года доход организации не должен превышать, как вы видите на слайде, с учетом коэффициента, 149 миллионов 512 тысяч 500 рублей за 9 месяцев. Вот если доход не превышает, и если основные средства не более 150 миллионов стоят, то организация, ну и, соответственно, в организации нет структурных ограничений по учредителям, по видам деятельности, то такая организация имеет право с 1 января 2024 года применять УСН. При этом обратите, пожалуйста, внимание, для ИП вообще никаких берегов нет в этом отношении. То есть ИП может начать применять УСН, не глядя ни на что, но все равно глядеть нужно, потому что даже если ИП с хорошими большими оборотами напишет там заявление, я буду применять УСН, и налоговой инспекции ничего не останется, как его принять во внимание, если все-таки обороты большие, больше пороговых, то он тут же слетит с него, с этого УСН, как только он этот порог с 1 января 2024 года перевалит. Если вдруг это вообще произойдет в течение первого квартала, в течение полугодия, тут же он утратит право на применение УСН. Поэтому оглядываться на пороговые значения, на неструктурные ограничения все равно стоит, даже если в момент перехода это и не требуется. То же самое о средней численности, можно сказать. Даже у ООО в заявлении налоговая инспекция не интересуется средней численностью при переходе на УСН. Но при этом мы знаем, что у нас численность пороговая 130 человек. И если у нас исторически всегда в нашем бизнесе работает 150, да, у нас, допустим, оборот 140 миллионов за 9 месяцев и основные средства там на 100 миллионов, да, и людей у нас вот никто не спрашивает сколько. Но переходить, конечно, на УСН в этом случае неразумно, поскольку мы утратим это право тут же прямо в первом квартале, в первом месяце применения УСН. Вновь созданные организации, вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, потенциально не имеющие ограничений к применению УСН, структурных ограничений, имею в виду, могут тут же начать применять со дня регистрации применять УСН, уведомив об этом налоговую инспекцию в течение 30 дней с момента своей государственной регистрации. Но, как правило, это происходит одномоментно. Открывается ООО, или там регистрируется ИП, тут же подается заявление на применение УСН. Вот. Далее. С других режимов перейти на УСН, как я уже говорила, можно, направив уведомления с 1 октября по 31 декабря года накануне, и произведя некоторые расчеты в учете, чтобы перейти на кассовый метод. Не буду сейчас на них подробно останавливаться, времени у нас не так много остается, нам еще надо много чего сказать. Вот. Просто скажу, что, ну, бухгалтер должен произвести некоторые расчеты для того, чтобы перейти с метода начисления на кассовый метод. Если останется время, мы это обсудим. Рассуждая о выборе УСН, нельзя проигнорировать другие, конечно, системы налогообложения, да, например, ПСН. Может быть, ПСН в некоторых отношениях бывает выгоднее, да. Вот. Патентная система налогообложения, она тоже рамочная описана в налоговом кодексе, но при этом достаточно много отдано на откуп регионам. Поэтому, если ваш бизнес составляет вот бытовые услуги населения, вот они описаны, конечно, достаточно подробно, но вообще их можно назвать бытовыми услугами населения. Там, ремонт какой-то, химчистка. Вот. Если это розничная торговля, стационарная и нестационарная, но не маркетплейсы, не маркетплейсы, это однозначно. Вот. Если это общественное питание, то, если в регионе вашем, где вы зарегистрированы, есть региональное законодательство, касающееся ПСН, то можно рассмотреть патентную систему налогообложения. Вот здесь, на втором слайде, тоже описаны, какие виды деятельности для ИП, опять же, повторюсь, патентная система налогообложения доступна только для индивидуальных предпринимателей, для ООН они доступны. Как я уже сказала, общо, можно сказать, бытовые услуги населению, розничной торговли, общественное питание. То можно сравнить, например, ваш бизнес, налоговую нагрузку вашего бизнеса при УСН и при ПСН. И что мы имеем? Мы имеем, что при патентной системе налогообложения ставка у нас такая же, как при УСН доходы, 6%, но при этом доход, база, это не фактически доход, а некий потенциально возможный доход, который устанавливается законами региона для каждого вида деятельности. Также есть преференции 0%, но она одинаковая для УСН и для ПСН, для вновь зарегистрированных, впервые зарегистрированных предпринимателей, которые осуществляют деятельности в таких общественно-социально-значенных сферах. И в течение двух лет первых они могут рассчитывать на применение 0%, но это характерно как для ПСН, так для УСН. Так вот, главное отличие ПСН от УСН база, то есть фактический доход и потенциально возможный. Если ваш фактический доход превосходит потенциально возможный, то, вероятно, можно рассмотреть ПСН в качестве альтернативы. И вот небольшой примерчик, небольшой примерчик на реальных цифрах. Допустим, некое ИП без наемных сотрудников зарегистрировано в небольшом городке Республики Карелия, оказывает услуги репетитора и в 2024 году планирует получить доход в миллион рублей. А планы расхода без учета страховых взносов порядка 120 тысяч рублей. И вот как распределится его налоговая нагрузка при использовании УСН дохода, УСН дохода минус расходы и патентной системы налогообложения. Вот, если мы УСН дохода, мы видим, что мы берем весь доход под 6%, УСН дохода минус расходы у нас маленькие расходы. И я проверила законодательство Республики Карелия, налоговая ставка для этого региона, для УСН дохода минус расходы для этого вида деятельности также снижена, не 15%, а 12,5%, такая преференция. Но при этом по закону, региональному закону база для патентной системы налогообложения существенно меньше фактического дохода в нашем примере, да плюс еще районный коэффициент. Городок небольшой, поэтому еще и коэффициент 0,9. И получается, что одинаково, более-менее одинаково, что заплатит наши индивидуальные предприниматели, это страховые взносы в фиксированной сумме, которая на 2024 год установлена, 49 500 рублей в год, вот, плюс 1% с дохода, превышающего 300 тысяч, да, и если, если в отношении УСН, это фактически доход, то в отношении ПСН нужно взять доход вмененный, потенциально возможный, но приблизительно в нашем примере они равны. Вот, и еще и к этому мы наш доход, наш налог можем уменьшить и в отношении ПСН, и в отношении УСН дохода мы можем уменьшить на эту сумму страховых взносов. Вот, и мы видим, что в данном конкретном случае, в нашем примере, да, УСН может оказаться не самым выгодным налоговым режимом. Поэтому, да, как мы уже говорили ранее, нужно смотреть виды деятельности, да, нужно смотреть региональные преференции для этих видов деятельности, ставки налогов, да, нужно смотреть базовую доходность для этого вида деятельности, потому что именно от нее в патентной системе налогобложения будет считаться налог. То есть разница, если потенциально возможный доход базовый меньше вашего фактического, то, конечно, ПСН выгоднее. Далее. По поводу совмещения ПСН и УСН. Индивидуальный предприниматель имеет право совмещать эти два налоговых режима при условии, что индивидуальный предприниматель подает заявление в ФНС о начале применения патентной системы не позднее, чем за 10 дней до начала применения. этой системы. Индивидуальный предприниматель обеспечивает раздельный учет доходов и расходов. То есть идет две книги учета доходов и расходов для УСН и для ПСН. И страховые взносы, на сумму которых предприниматель может уменьшить налог и в том и в другом случае, он должен как-то логически разделить либо по видам деятельности, либо если это невозможно сделать, то пропорционально доходу уменьшить налог. Если у предпринимателей есть еще и люди наемные, то тоже в зависимости того, в каком виде деятельности эти люди заняты. Деятельность на ПСН и деятельность на УСН. Да, не так много времени остается, а сказать надо много. По поводу АУСН, автоматической упрощенной системы налогоблажения, по поводу эксперимента. Применение АУСН тоже нет ограничения. Те же, что УСН, плюс. Плюс следующее. Ну, во-первых, регионы пока не все в этом участвуют. Во-вторых, ИП не может совмещать АУСН и ПСН. То есть надо выбрать или то, или то. Маркетплейсы категорически не подпадают под АУСН, поскольку ограничением является участие в любых агентских договорах, а маркетплейсы, это по сути, торговля через комиссионеры, это агентский договор. И тоже одним из основных ограничений является привлечение работников, привлечение наемных сотрудников, у которых, скажем так, налог на доходы физических лиц рассчитывается по иной ставке, не по 13%. Это, например, там, высокооплачиваемые какие-то сотрудники, да, которые перевалили, годовой доход которых перевалил за 5 миллионов, и к ним начинает применяться ставка 15%. Да, это сотрудники там, которые имеют право на досрочную пенсию в связи с вредными условиями труда. То есть все, что касается каких-то особенностей расчетов с сотрудниками. Почему это сделано, да, почему это ограничение существует? Потому что АУСН характеризуется в первую очередь тем, что предприниматели или ООО не нужно сдавать налоговую отчетность, включая зарплатную отчетность, включая отчетность по страховым взносам наемных сотрудников, включая отчетность по НДФЛ наемных сотрудников. Вот. И чтобы, ну, скажем так, к налоговым органам не запутаться, да, чтобы у них было все попроще, вот сотрудники с различными особенностями в расчетах, то есть наем таких сотрудников ограничивает применение АУСН. Далее. Есть ограничения на применение АУСН. Это годовой оборот, 60 миллионов всего лишь, и он не индексируется, по крайней мере, на период эксперимента до конца 27-го года он не будет индексирован. Средняя численность работников, 5 человек, обращаю ваше внимание, то есть это совсем маленькие компании. Вот. Ну и остаточную стоимость основных средств оставили ту же, 150 миллионов. Что еще следует сказать? Отличие АУСН от АУСН, вернее, как, что общего? Расходы, то есть точно так же доходы и доходы минус расходы доступны нам при АУСН, точно так же основано на кассовом методе определения доходов и расходов. При этом, при этом, предварительная оплата поставщикам признается расходом при АУСН. То есть при простой АУСН предварительная оплата не признается расходом, а при АУСН признается расходом. Опять же, для чего? Для того, чтобы попроще было считать налоговым орган наш налог, поскольку мы его сами считать не будем при АУСН. И, ну, остается базовый принцип признания расходов. Документальное оформление, экономическая целесообразность. Что касается ставок, учитывая, что страховые взносы при АУСН не уплачиваются ни на сотрудников, ни на себя, индивидуальными предпринимателями, они, конечно, повышены. То есть в отношении доходов это 8%, в отношении доходов и расходов 20%, и минимальный налог установлен, если вдруг мы получим убыток, это 3% от суммы доходов при применении объекта дохода минус расходы. Сравним АУСН и УСН. Итак, мы видим, при УСН ограничение суммовое достаточно большое для малого бизнеса, 265 все-таки миллионов в год, при АУСН это всего лишь 60 миллионов в год, это 5 миллионов в месяц. Налоговые ставки дифференцированы для УСН в зависимости от объема, 6,8 для доходов, 15,20 для доходов минус расходы и 1% минимальный налог. А УСН дифференциации нет, это 8% от доходов, 20 от доходов минус расходов, 3% минимальный налог. Предел численности наемных сотрудников вы видите тоже существенная разница, 130 человек и 5 человек. Возможность для ИП совмещать с патентной системой налогоблажения существует для УСН, не существует для АУСН. Уплата страховых взносов за наемных сотрудников. При УСН эта обязанность сохраняется, при АУСН этой обязанности нет. Ограничения по найму и выплатам сотрудникам для УСН не существует, кого угодно можете нанимать. Для АУСН, как я уже говорила, эти ограничения есть. Предоплата поставщикам при УСН не учитывается в расходах, а при АУСН учитывается. Но при этом не денежное погашение обязательств. Наоборот, при УСН учитывается в расходах, а при АУСН в расходах не учитывается, не денежное погашение обязательств. А вот в доходах учитывается. Понимаете? То есть если с вами расплатились бартером, допустим, за товар, то вы это в доходах учтете. А вот если вы расплатились с кем-то, взаимозачетом или бартером, то вы это в расходах не учтете при АУСН. Учет отчетность. При УСН налоговая декларация раз в год, ежеквартальная зарплатная отчетность, там целый пакет. При АУСН от отчетности мы освобождены. Ну и плата налога. УСН ежеквартальные авансовые платежи при АУСН ежемесячно. И налоговая рассчитает их сама. И кроме того, принципиально иной подход к расходам. Как я уже говорила, при УСН расходы мы можем учесть не все. Там закрытый перечень. Сохранен принцип документального подтверждения экономической обоснованности, но некоторые виды расходов из закрытого перечня невозможно применить. Отсутствие принципа зеркальности для многих видов доходов и расходов, как, например, для валютно-обменных операций. Что касается АУСН, там принципиально иной подход к определению расходов. Там просто берется принцип документального подтверждения экономической обоснованности за основу как таковой, от обратного подхода. И дальше сказано, что вот можно признать расходами, расходы документально оформленные и экономически обоснованные, кроме... И дальше идет перечень исключений, 27 пунктов, чего нельзя учесть в расходах. Ну, там достаточно логичный, да, то есть нельзя учесть в расходах, допустим, вложения устава на капитал другой организации. Но это естественно, там можно даже забыло написать, но они написали. Пусть хорошо. Вот, то есть безвозмездно переданное имущество нельзя учесть. Материальная помощь работникам, любые выплаты не указаны в трудовых договорах нельзя учесть. То есть подход от обратного. То есть вы можете так все, кроме и 27 пунктов. Это, мне кажется, достаточно удобно, крайней мере, прозрачно. Вот небольшая моделька, да, небольшая моделька сравнения для выбора системы налогообложения. Что мы можем выбрать, например? Какую систему налогообложения для нас было бы удобнее при розничном магазине, розничной торговле ООО в городе Калуге. Специально этот город выбрала, потому что там АУСН работает с пятью сотрудниками. Небольшая моделька, чтобы нам понять, при какой системе налогообложения налоговая нагрузка будет наименьшая, вот именно в данном конкретном случае. Просто если мы перед этим рассматривали пример патентной системы или ООСН для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, это другая бизнес-модель, другой бизнес, да, для него было характерно вот так, да, для него было лучше вот так. А что лучше для магазинов Калуге? Ну, сразу вам скажу, патентная система налогообложения для этого случая недоступна, да, напомню, потому что патентную систему могут принимать только индивидуальные предприниматели. Итак, по ООСН доходы, что заплатит магазин, если только ООСН доходы? Магазин заплатит 6% от дохода, то есть вот у нас база, налогооблагаемый доход 59 миллионов, да, он заплатит 6% от дохода, единый налог, вот, и страховые взносы, которые, которые снизят наш единый налог, но не более чем на 3%. Вот, поэтому 6% от 59 миллионов, это 3 миллиона 540 тысяч, да, вот, и страховые взносы на персонал у нас 900 тысяч, которые, в общем-то, укладываются в 3%, да, в половину от этой суммы, вот, поэтому мы их вычитаем из нашего единого налога, ну, и на круг у нас получается наша налоговая нагрузка, по сути, вот, сам единый налог и получается 3 миллиона 540. Если магазин выбрал УСН доходы минус расходы, да, и должен будет заплатить 15% от разницы, на что обращаю ваше внимание, да, вот у нас есть покупная стоимость товара, включая НДС, да, все дипс у нас включать НДС, зарплаты персонала, страховые взносы, которые у нас в этом случае отходят на расходы, они не налог уменьшают, да, а доход уменьшает налогооблагаемый, аренда склада, приобретения торгового оборудования, допустим, да, который мы сразу включим в расход во всей сумме, вот, и вот, допустим, вот, был у нас такой расход, по примеру, разовый паушальный платеж по договору за использование товарного знака и какие-то ежемесячные платежи по договору за использование товарного знака. Вот так вот, разовый платеж за использование товарного знака, это тоже один из примеров расходов, который не уменьшает налоговую базу при исчислении единого налога при использовании объекта дохода минус расходы. Тоже один из примеров. Их много, это один из них. Не уменьшает. Поэтому мы эти деньги не учитываем в расчете. Видите, ноль стоит. Не можем уменьшить нашу базу налоговую. А на ежемесячные можем. Такая казуистика, но тем не менее она есть. Итого налогооблагаемый доход у нас получается, база наша 19,580. От него мы отсчитаем 15% и получаем, что наш единый налог составил 2,937,000. И при этом еще страховые взносы мы заплатим. Мы же полностью с вами считаем налоговую нагрузку. То есть все деньги, с которыми мы расстанемся, в плате их в бюджет. И плюс 900,000 страховых взносов мы заплатим чуть поболее. в этой бизнес-модели, чем при УСМ-доходы. А УСМ-доходы мы выбрали. А УСМ-доходы не платим страховых, но ставочка повыше. 8% от нашего дохода. И мы видим, что 8% от нашего дохода в нашем конкретном случае выше, чем пока что ранее рассмотренные ситуации. УСМ-доходы, УСМ-доходы минус расходы. А если АУСН-доходы минус расходы? Мы помним, что принцип определения расходов при АУСН отличается от принципа определения расходов при УСН. Это существенно, принципиально. Мы говорим себе, что все наши расходы до единого, они документально подтверждены, они оплачены деньгами, они экономически обоснованы, включая разовый платеж по договору за использование товарного знака. И мы его смело включаем в расчет нашей налоговой базы. Соответственно, наша налоговая база АУСН-доходы минус расходы мы видим поменьше, чем при УСН-доходы минус расходы. Ненамного меньше. Почему? Потому что у нас нет расхода существенного страховых взносов. Но это и хорошо. То есть он же и наша налоговая нагрузка. И мы видим, что от базы наберем 8%, получаем 20%, пардон. Да, 19,520. Берем 20%, мы получаем 3,904. И это наша все, окончательная налоговая нагрузка, которая, в общем-то, в нашем случае сопоставима с УСН-доходы минус расходы, но все-таки превышает ее немножко. Все-таки ее немножко превышает за счет ставки. Даже несмотря на то, что мы не заплатим страховых взносов и мы включим в состав расходов то, что не могли включить при УСН-доходы минус расходы. И для полноты картины сравним основ. Значит, для сравнения по СНО я выбрала все, что у нас тут есть с НДС, покупная стоимость товара, аренда склада, все, что мы платим, допустим, поставщику с НДС. Наша выручка, как вы видите, она стала поменьше, потому что из нее тоже вынули НДС. Получается, что НДС, входящий, НДС исходящий, проданный минус НДС, купленный, у нас только одного НДС скопилось, 3 миллиона 700 тысяч, да. Страховые взносы, которые мы при основе обязаны платить, да. И налог на прибыль 20%, собственно, от разницы между доходами и расходами, которые у нас, в общем-то, база, в общем-то, видите, да, у нас налоговая база, налогооблагаемый доход, он самый маленький при основе, да, налогооблагаемый доход самый маленький, но налоговая нагрузка самая большая в итоге, да, за счет НДС, за счет страховых взносов. И вот посредством таких моделек, да, это просто иллюстрация, конечно, реальная модель, она гораздо более насыщена информацией. Посредством таких вот моделек каждому бизнесу следует, прежде чем какие-то движения совершать в отношении, там, открытия торговых точек, наим сотрудников, вначале нужно просчитать, да, какой налоговый режим будет более выгоден и ответить все-таки себе на вот эти вопросы, которые вы снова видите на вашем экране на слайде, да, проанализировать еще разок, вид деятельности, структуру бизнеса, нашу целевую аудиторию клиентов, планируемый годовой оборот, соотношение доходов и расходов, состав этих расходов, место ведения бизнеса, региональные условия в местах ведения бизнеса, потому что если у нас планируется, там, раздробленность территориальная, много точек торговых, вот, то есть надо изучить региональное законодательство каждой точки, и какой можно сделать, ну, какой можно сделать рекомендации, выводы рекомендации, какую можно сделать рекомендацию, кроме того, что уже было сказано, например, маленький пример, очень общо, очень общо, то есть какая система налогоблажения была бы выгоднее для, ну, вот, очень общих, рамочных типов бизнеса, то есть если это ИП безнаемных сотрудников, оказывающие услуги, то в первую очередь, конечно, нужно изучить региональное законодательство, регионы, в которых зарегистрированы ИП, нет ли этой услуги в региональном законодательстве ПСН, какая базовая доходность, потенциально, потенциально возможный доход для этого вида деятельности установлен, рассчитать тоже, что будет выгоднее, да, предположить свои реальные доходы и сделать вывод между патентной системой налогоблажения и, если уж УСН, то тогда УСН доходы, потому что расходная часть невелика при оказании услуг индивидуальным предпринимателям безнаемных сотрудников. Если же мы имеем дело с ООО или ИП с наемными сотрудниками, оказывающими услуги, ну, допустим, услуги трудоемкий бизнес, там, мойка машин, не знаю, что-то еще такое, да, бухгалтерские услуги, вот, то я бы рекомендовала рассмотреть в первую очередь УСН доходы. Конечно, это не таблетка от всех болезней, вот, но в первую очередь, возможно, это было бы выгоднее, хотя, конечно, лучше конкретную вещь рассчитывать на конкретные модели. Почему выгоднее? Потому что страховой взнос совплатить не нужно. Вот, а, как мы говорим, да, мы сейчас говорим с вами о трудоемком бизнесе с большим количеством наемных сотрудников и существенные расходы на оплату труда в структуре расходов. Если мы говорим ИП безнаемных сотрудников, которые торгуют товарами через маркетплейсы, если наценка за товар менее 50%, комиссия агента не менее 3%, то я бы рекомендовала УСН доходы минус расходы. Тоже доходы минус расходы можно рекомендовать для ООО, осуществляющих розничную торговлю через торговый зал, допустим, при средней наценке на товар не более 70% расходов на оплату труда персонала не менее 6% от выручки. Ну, это такие, скажем так, точки экстремума, да, за которыми можно зацепиться, чтобы примерно прикинуть, какая система налогообложения, какую систему налогообложения следует рассмотреть в первую очередь и уже далее как-то более уточняться, да, как-то готовиться к этому, да, филиалы не открывать, допустим, чтобы не испортить себе, скажем так, на какой-то последней стадии выбора системы налогообложения не испортить себе картину. Вот, и последнее, что хочется сказать, да, если бизнес выбирает УСН, да, он должен знать формальности определенные, да, соблюдать определенные формальности, а именно знать, что налоговая декларация подается единожды в год, разные сроки установлены для организации индивидуальных предпринимателей, это 25 марта для организации следующего года и 25 апреля для индивидуальных предпринимателей. Соответственно, уплата налога в составе единого налогового платежа в единый день платы, ну, март, соответственно, для организации, апреля для индивидуальных предпринимателей, это по итогам года. Авансовые платежи при этом уплачиваются ежеквартально, но, как уже было сказано, если у вас объект дохода, вы можете уменьшить ваш налог на сумму страховых взносов, при этом в каждом конкретном квартале, например, ИП может не уплачивать страховые взносы ИП безнаемных сотрудников, вот, а авансовые платежи по единому налогу УСН уже уменьшать в первом квартале, во втором квартале на сумму вот своих страховых платежей. Налоговый регистр, книга учета доходов и расходов, это такая аббревиатура КУДИР, общепринятая, вот, и что еще можно сказать, налогоплательщики вправе перейти на УСН, соблюдая условия с начала Нового года, вправе менять объект налогообложения, но не посреди года, да, то есть не ранее, чем с Нового года, вновь созданы организации, вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут применять УСН с даты регистрации, уведомив налоговую в течение 30 дней со дня регистрации. При утрате права на применение УСН, например, либо ваша выручка превысила пороговое значение, либо структурное что-то появилось, да, какие-то ограничения структурные появились, например, вы продали часть бизнеса юридическому лицу с долей владения больше 25%, ну, вдруг, да, в середине года так сложилось, вот, то с квартала, в котором это произошло, следует перейти на основную систему налогообложения, да, и начать считать налоги по-другому, то есть платить НДС и рассчитывать налог на прибыль. Вот, и что еще, индивидуальные предприниматели вправе совмещать УСН с патентной системой налогообложения. Вот, это такие формальности, которыми мы завершим наш сегодняшний вебинар. Спасибо большое, коллеги, за внимание, уважаемые слушатели. Если вопросы появляются, пожалуйста, пишите в раздел «Вопросы», ну, или вы, вот, видите мы электронную почту на слайде, можете после вебинара адресовать мне вопросы, вот, или сейчас. До конца вебинара у нас еще, до конца нашего времени остается 6 минут. Вот, я пока умолкаю минуты на 2-3, чтобы у вас была возможность задать вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос о восстановлении ДЭС действительно не затрагивался, потому что вебинар наш направлен на принятие решения при выборе системы налогообложения, вот, то есть он, скажем так, не совсем бухгалтерский, скорее, для бизнеса. Ну, в заключении хочу сказать, что выбор системы налогообложения это очень существенный, очень важный шаг для начала бизнеса, лучше, конечно, сделать это в начале самом, да, до регистрации хозяйствующего субъекта, что бы то ни было, ООО или ИП, потому что это тоже может повлиять на выбор системы налогообложения, на комбинацию системы налогообложения. Поэтому, если вы планируете открывать какой-то бизнес, вначале нужно проанализировать те пункты, которые вот у нас были упомянуты на слайдах, и уже затем принимать решение, что вы открываете, где вы это регистрируете, в каком виде вы регистрируете там торговые точки, об особенные подразделения и для каждого конкретного случая делать осознанный выбор системы налогообложения на простой модели. Обращайтесь, пожалуйста, к нашим специалистам. Наши специалисты много раз уже это делали, знают, на что посмотреть, что спросить, на что обратить внимание. Спасибо большое коллеге. Тогда будем считать наш вебинар законченным. Всего хорошего. Всем хорошего дня. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok